МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государство Армении в границах с Западной Арменией. Российская Федерация подтверждает поддержку братскому армянскому народу. Премьер принял правительственную делегацию Российской Федерации. ЮНЕСКО предложило направить группу экспертов в Нагорный Карабах. Россия разместит дополнительные пограничные войска на границе между Арменией и Азербайджаном. 21 ноября 2020 года прошла конференция «Арбитражное решение президента США Уитра Уильсона век спустя Западная Армения». Конференция началась с минуты молчания в честь павших воинов в Арцахе. Затем выступили президент Западной Армении Армен Акабрамян, спикер Национального собрания Леонардо Басмаджан. Выступили депутаты Вооружен Антониан, Рузан Ахачатрян, заместитель министра обороны, полковник Сурен Шумян. Спикер Леонардо Басмаджан представил арбитражное решение Уитра Уильсона, деятельность Уильсона в Америке. Затем депутаты во время выступления провели исторические параллели 1920-2020 годов, отметив, что армяне Западной Армении очень обеспокоены ситуацией в Арцахе. Затем министра обороны Сурен Шумян в своей речи подчеркнул, что территориальная претензия решается силой. В ходе конференции президент Армен Акабрамян посмертно вручил Мануку Суакяну и Сержику Карапетяну орден «Меч Западной Армении». Уванесу Карапетяну вручили свидетельство о гражданстве Западной Армении, затем был показан фильм, посвященный 78-летию Леонида Асгалтяна. В своем докладе президент Республики Западная Армения сослался на арбитражное решение Уидра Уильсона, отметил, что существует официально признанная граница Западной Армении, утвержденная 28-м президентом США. Говоря о Барцахской войне, он отметил, что одной из основных причин сложившейся ситуации является внутриполитическая ситуация в стране. Спикер парламента Западной Армении Леонардо Басмаджиам в сопровождении президента Армен Акабрамяна встретился с подполковником Арутюном Акапяном, чтобы обсудить положение воинов-добровольцев армии освобождения, которая в настоящее время служит в Арцахе. Освободительная армия состояла из 400 добровольцев из разных стран, известны своими героическими боями 1991-1994 годов во время Первой Арцахской войны под командованием легендарного Леонида Асгалтяна. 3 ноября 1920 года, через 4 месяца после принятия Северского мирного договора, Бразилия признала государство Армении в границах Западной Армении. Резолюция 14.456 была принята бразильским парламентом и ратифицирована президентом Эпитасио Песса 3 ноября 1920 года. По случаю столетия принятия решения посольства Республики Армения в Бразилии упомянуло это важное историческое событие на своей странице в Фейсбуке. Премьер-министр Никол Пашинян принял правительственную делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В состав делегации входят заместители председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук и Алексей Навак, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие официальные лица. Были обсуждены вопросы развития углубления сотрудничества между Арменией и Россией в различных сферах, в частности в энергетике, транспортной инфраструктуре, борьбе с коронавирусом и других областях. Были затронуты непосредственно гуманитарная помощь, которая оказывается Нагорному Карабаху, а также шаги по обмену телами военнослужащих и военнопленных вследствие войны. Сохранение армянского культурного наследия также. Была подчеркнута важность последовательности этих шагов. Коснувшись роли Турции в поддержании режима прекращения огня, в зоне Нагорно-Карабахского конфликта Сергей Лавров подчеркнул, что российско-турецкий центр мониторинга будет работать исключительно в дистанционном режиме. Состоялся также обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе и сотрудничестве по ее стабилизации. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня встретился также с министром обороны России Сергеем Шойгу. После встречи министра обороны России отбыл в Баку. Миссию экспертов для защиты объектов культурного наследия Нагорного Карабаха предложила отправить в регион генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом она заявила 20 ноября в ходе встреч с представителями Армении и Азербайджана в ЮНЕСКО. Сообщила прислужба организации. Во время этих встреч гендиректор официально предложила техническую помощь со стороны служб ЮНЕСКО, которые до сих пор не могли посетить эти территории, несмотря на попытки в прошлом говориться в сообщении. А российские пограничники по просьбе армянской страны развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской страны пограничным управлением ФСБ, Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Азербайджанская страна проинформирована по этому поводу. Необходимое взаимодействие с партнерами организовано, отметил Бортников в пятницу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Масунг». «Масунг» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!